Я уже сегодня, когда мы общались на сцене с Натальей, я уже обозначила, что вот очень много таких нестандартных проектов, которые получается делать компанией «Вкусвил», это вот как раз, наверное, про возможности, да, без ограничений каких-то. Да, да, да. Вот. А как вам удобнее? Микрофон? Лучше живой. Хорошо, передай слово. По возможности, как бы ходить вот где-то вот как-то вот так, потому что у нас камера еще. Вот тут. Ну, окей. Всем привет. Куда нажимать? Так. Так, все работает. Меня слышно? Меня зовут Сергей, и я в «Вкусвиле» работаю уже пять лет. Просто коллегам, чтобы у вас видно было. Да, хорошо, спасибо. Сейчас я являюсь лидером проекта «Темных кухонь» с горяча от «Вкусвил». У «Вкусвил» огромная сеть, сейчас это порядка 350 точек оффлайновых, больше 120 дарксторов в 73 городах России. Меня сюда пригласили рассказать именно про «Темные кухни» или «Даркичины» их также называют. Давайте-ка начнем. Во «Вкусвиле» все работает по схеме гипотез и минимально рабочих продуктов. Точно так же начинался и «Даркичин». Два года назад, в декабре, снежный, морозный день, мы сидели, читали обратную связь от наших покупателей, и там писали, что «Ребята, пожалуйста, откройте уже наконец-то доставку горячей еды». Мы долго думали, как это сделать на базе наших магазинов или пойти в историю вместе с дарксторами. На тот момент у нас не было ни открыто ни одного даркстора, и мы тогда решили, что будем экспериментировать именно в доставке, потому что такая была конъюнктура рынка. Тогда, после пандемии, все пошли в доставку, и все наши конкуренты были там. Мы начинали с футрака. Мы взяли гипотезу, что нашему покупателю интересна горячая еда. И вместо того, чтобы инвестировать 3-4 миллиона в открытие кухни на дарксторе, мы в январе месяц арендовали этот футрак за 90 или 100 тысяч рублей, не помню точно. Также на фотографии есть первый наш бургер, который мы сделали в этом футраке. В целом, сгорячая это молодой бренд, который говорит на одном языке со своими покупателями. Мы слушаем и слышим, что говорят наши покупатели, мы анализируем их обратную связь, мы меняемся. В наших темных кухнях можно заказать широкий ассортимент на любой повод. Вы можете заказать сытный перекус в офис. У нас широкий ассортимент азиатских блюд. У нас есть крафтовые бургеры, которые мы делаем с булками от нефть магистрали. И это все представлено в нашем приложении. На данный момент у нас больше 250 тысяч заказов в месяц. И это заказы, которые сделаны через наше приложение и сайт. Это мы представлены у наших партнеров. И все вместе мы доставляем блюда горячие нашим покупателям. Это наши курьеры, это желтые и зеленые человечки, которых вы видите каждый день на улице. Все вместе мы доставляем эти продукты до наших покупателей. В приложении вкусвилл у нас в месяц 170 тысяч уникальных покупателей, которые могут найти предложение, как я до этого сказал, на сайтах наших партнеров или у нас. 264 блюда сейчас находятся в ассортименте Даркитчена. Все эти блюда приготовлены и соответствуют стандартам вкусвилла, обещания вкусвилла. То есть у нас чистые, честные составы. Мы – та сеть, которая полностью расшифровывает состав блюда до соуса. И на сайте у нас и у партнеров вы можете найти полное описание состава блюд. Сейчас у нас 69 кухонь. 69 кухонь работает? 69 кухонь не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в крупных региональных городах, такие как Казань, Ростов, Нижний Новгород, Тверь, Брянск и так далее. Площадь кухни, именно рабочая площадь кухни – 20-30 квадратных метров. Нам повезло, что у нас есть большой вкусвилл, и мы можем именно с энергией вместе с ним получать бенефиты от этого. У нас общая логистика, у нас общие складские зоны, у нас сборщики и курьеры, которые работают именно на вкусвилл, и тем самым мы экономим на площади. Также у нас работает от 1 до 3 поваров, в зависимости от того, какой товарооборот в той или иной точке. Все повара универсалы, и у поваров есть обещание. Обещание – это то, как работает вкусвилл, это обещание нашим покупателям. У поваров этих обещаний два. Первое – это работать по стандартам, и тут имеется в виду, что стандарты приготовления – это технико-технологические карты. И второе – это стандарты пищевой безопасности. Второе обещание – это мы не отменяем заказы, которые сделали нам покупатели. Это обещание больше направлено на правильные остатки. Потому что если у нас будет такая ситуация, что покупатель заказал блюдо, и ему позвонили, сказали, что сорян, такого нету, то много покупателей не возвращаются, и значит, они не удовлетворены. Также меня попросили рассказать по поводу мотивации поваров. В конце месяца они понимают, сколько блюд было приготовлено, и у них все прозрачно, все понятно. Обучение поваров происходит двумя каналами. Первое – это через тренеров-наставников. То есть тренеров-наставников, там есть большая таблица по статистике, и они понимают, что где работает, что где не работает, и едут туда, где не работает, и на местах уже решают разные проблемы с определенным ассортиментом. Мы также имеем техбот, в котором много информации про статистику, про технико-технологические карты, какие-то инструкции, как правильно необходимо работать с оборудованием, какие бывают основные ошибки. Мы там проводим тестирование. Мы каждую неделю делаем для них тест по всей обратной связи, что нам покупатели написали, и по новинкам. Исходя из этих тестирований, мы тоже поняли, что заводить больше, чем 10-12 блюд в месяц сложно. То есть повара не перерабатывают эту информацию. И сейчас у нас один из вызовов такой нашей команды – научиться подавать информацию нашим поварам так, чтобы мы могли заводить не 10-12 блюд в месяц, а, например, 15-20. А для кого мы работаем? На самом деле основной сегмент – это возраст 25-40 лет. Это женщины. Они заняты, у них активный образ жизни. Они любят поесть, они едят как дома, так во вне, в ресторане, заказывают еду из разных мест. И мы по опросам понимаем, что мы не одно место, в которое они возвращаются каждый раз. Мы работаем с этим и пытаемся привлечь их, покупать нашу продукцию чаще. Также мы знаем, что покупают нас не только домой, но и в офис. Так что многие узнают о нас через сарафанное радио на работе и потом уже переходят. То есть мы видим, что они перетекают из одного даркстора в другой даркстор. То есть понимаем, где они живут. Что является основными категориями, конечно же, это наши первые блюда, вторые блюда и, конечно же, бургеры. На фотографии представлены борщ, салат куриный, бургер как раз с булочкой от НЕС Магистрали, салат и блинчики на завтрак. У меня все. Если есть вопросы, давайте я вам отвечу на них. Так, есть. Ага, замечательно. Так, ну, просто вы так шли на меня встречу. Я думаю, ладно, лишний раз на каблуках не буду. Здрасте. Я Алексей из Самоката. Очень интересное выступление, Сергей. Спасибо большое. Я хотел несколько моментов узнать. Первый момент. У тебя было написано, что у тебя 270 СКЮ. При всем при этом площадь кухни 20-30 квадратных метров и 1-3 сотрудника работает. Это 270 СКЮ делают 1-3 сотрудника на такой площади или 270 – это, наверное, суммарно по всем кухням. То есть, наверное, мой вопрос, сколько ассортимент одной кухни, да? И второй вопрос, мощность какую вы употребляете с точки зрения электричества. Давай начнем. Технический сразу момент. Все видно. Специалисты собрались. Замечательно. Да, Сергей? С техническим моментом сначала. Это порядка 30-45 киловатт. У нас есть деление на азиатское направление и на направление, ну, классическое можно так и назвать. 180 блюд готовится на классическом. Все остальное – это азиатское. То есть, это роллы, суши и так далее. Так, есть ли еще вопросы? А делает это все один повар или несколько поваров? Один на роллы, один на бургеры? Смотрите, еще раз. То, что роллы – это один повар, то, что классическое – это другой повар. То есть, у них вот этого пересечения у нас нет. Но классический повар, универсал, да, он делает и бургеры, и суп, и все остальное. Так, ага. И это будет финальный вопрос. Добрый день, Максим. Владивосток, Яме. Вопрос следующего характера. Какие у вас остатки должны поддерживаться сверху для того, чтобы вы не смогли отказать покупателю в его заказе? И какая площадь, сколько там холодильных шкафов, морозилок используется для того, чтобы активно поддерживать сток для производства? Как часто он пополняется? Он пополняется каждый день. То есть, у нас поставки идут каждый день, потому что мы работаем с основным вкусфилом, и поставки во вкусфил идут каждый день. Это первый вопрос. По поводу площади у нас в районе 5-6 холодильных именно свечек, в котором расположена вся продукция. Также есть основной склад. Ну, какая-то расходные материалы там могут лежать, да, какой-то объем большой другой продукции. Ну, может там находиться. Но в целом мы считаем, что на склад у нас в районе 6-8 квадратных метров уходит. Так, спасибо. Помимо вот этой площади, которая 20-30 квадратов. Спасибо большое. Ну что ж, немножко позадавали вопрос. Спасибо еще раз, Сергей, что смогли присоединиться и рассказать о том проекте, которым активно занимаетесь. Очень непросто, на самом деле, создавать такой запоминающийся сервис, которым обладает сейчас вкусфил. Я могу сказать, что интернет-магазин, конечно, я по полной программе пользуюсь, но вот дорогичными в моем формате не получается, потому что мы далековато находимся. Ну, честно, у меня пока такой задачи не стоит. Но я точно понимаю, что в центре города, когда есть… Вот если я в офисе, то я этим точно захочу воспользоваться. Ну, почему нет? Чтобы самое свежее получить. Спасибо еще раз. Благодарю, что пришли. И асплодисменты мы провожаем нашего спикера.